В эфире телеканал РБК УФА региональные новости в студии Максим Окунев. Здравствуйте. За пять лет власти Башкортостана привлекут не менее ста резидентов Тассеры. Это позволит создать порядка 6,5 тысяч новых рабочих мест. Реализацию финансово-экономической части с сентябрьского указа Радия Хабирова озвучил исполняющий обязанности вице-премьера правительства республики Илшат Тажединов. По предварительной оценке, валовый региональный продукт Башкортостана за прошлый год составил полтора триллиона рублей для достижения целевых показателей ВРП до двух триллионов рублей к 2024 году. Власти намерены использовать как федеральные, так и региональные инструменты поддержки инвесторов. В первую очередь создавать особые экономические зоны, а также реализовать возможности развития моногородов. Кроме того, за пять лет в республике должно появиться 50 индустриальных парков. Чтобы обеспечить 500 миллиардов рублей, нам нужно обеспечить прирост инвестиций в размере не менее 10-12%. Это достаточно амбициозная задача. Но тем не менее, вы знаете, что в первые полугодия 2019 года мы завершили с хорошим результатом, с приростом в 13,6%. Отмечу, в Башкортостане в пяти тассерах зарегистрированы 28 резидентов. В республику они планируют вложить порядка 8,5 миллиардов рублей. Для создания благоприятного инвест-климата активно используются налоговые льготы и так называемые овсетные контракты. Делегация Башкортостана в эти дни принимает участие в работе 9-го Петербургского международного газового форума. В северную столицу съехались руководители промышленных предприятий республики, в числе которых «Газпром Нефтехим Салават», «Газпром Трансгаз Уфа», «ОДК УМПО», «Пакер», группа компаний «Озна», «Салаватский катализаторный завод» и предприятие «Полигон». Гости ознакомились с экспозицией предприятий Башкортостана. Исполняющий обязанности вице-премьера республики Раиф Абдрахимов провел встречи с руководством Национальной газомоторной ассоциации, гендиректором компаний «Газпром Межрегионгаз», Центром международного промышленного сотрудничества «Юнида» в России, сообщили в правительстве региона. «Башкортостан – особенная республика. Это сердце Евразии», – заявил Радий Хабиров, выступая на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Накануне глава Башкортостана принял участие в специальной сессии «Россия и исламский мир. Обоюдная роль и взаимное влияние». Своё выступление Радий Хабиров посвятил традициям добрососедства различных народов и религиозных конфессий на территории республики. По его словам, Башкортостан – уникальный пример того, как в современном мире дружно живут представители более ста национальностей. В западной науке, в западном языке присутствует термин, они называют его «толерантность». Вот они жизнью разных наций и разных религий называют «толерантностью». Толерантность происходит от слова «терпеть». Понимаете, мы живем в республике, мы не терпим. Мы любим друг друга, мы живем друг другу, мы живем интересами. Проникая в друг друга, напитываясь друг другом, мы, тем не менее, сохраняем нашу идентичность религиозную и национальную. Как отметила Радзи Хабиров, главное богатство региона не в добыче 18 миллионов тонн нефти ежегодно, а в традициях добрососедства. Именно это, по мнению главы Башкортостана, большое конкурентное преимущество республики. Лейсану Тяшевой подарили национальное башкирское украшение маниста, курай и кубы. С известной спортсменкой и телеведущая встретилась с земляками в представительстве Башкортостана в Москве. В неформальной обстановке уроженка Альшеевского района поделилась жизненным опытом, рассказала о трудности, которые ей пришлось пережить ради достижения высоких спортивных результатов, о личном отношении к семейному укладу, о своей любви к родному краю. Лейсану Тяшева призналась, ей приятно служить примером для собирательного образа современной башкирки. Ранее именно такой известную землячку в своем докладе на пятом всемирном Курултае Башкир представила Радий Хабиров. Заслуженная мастер спорта пригласила одного из участников встречи, Кураиста, выступить в Уфе на своем мастер-классе, который пройдет в декабре. Гостя вспомнила и свое детство в Альшеевском районе и порассуждала о брендах республики. Кумыс после бани. Это же вообще восторг просто. Пашка тоже влюбился в кумыс. Если о кумысе, именно башкирском узнают везде по всему миру. Сейчас это вот тренды, мода, не мода. Я думаю, что кумыс надо продвигать. Конечно, именно наш кумыс, наш мед. Про мед знают, а вот про кумыс нет. Это тоже надо что-то сделать. Кроме того, Лейсан Утяшева обещала подумать над предложением стать председателем жюри конкурса красоты для московских башкирек «Башкирская краса». И в завершение выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, доллар продолжает отыгрывать падение последних недель. Американская валюта подорожала на 42 копейки и вышла 65,06. Евро также плюсует, правда не так значительно, 13 копеек 70,84. Лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка и продажа доллара в банке Финам 65,31, 65,63 соответственно. Наиболее выгодные курсы покупки евро также в банке Финам по 70,33. Продажа в Аки банке 71,65. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК-Алфа. РБК-Алфа.